здравствуйте друзья пятница у нас сегодня пятница и работница впереди у меня много дел и в политическом плане у нас тут инаугурации сегодня началась она в полдень на восточном побережье у нас в это время 9 утра я как раз собирался на работу и вот эти первые там сейчас 9 40 утра вот первые минут 40 я так одним глазом посматривал почему-то на би-би-си у нас света так поставила мы смотрелись каналы би-би-си а потом она переключилась на канал она переключилась на голос америки у голоса америки сейчас есть свое телевидение она очень симпатично если вы не пробовали то посмотрите их практически нет толком на ю тубе точнее не так канал есть и они туда за день могут там 30 кусочков 20 25 кусочков поставить но она так как прямое вещание тоже идет в общем довольно мило и вот когда она уже переключила на голос америки я уже поехал я посмотрел речь трампа и сейчас аналитики начнут разбирать чем такое сказал что за этим стоит как это понимать там и так далее мы все понимаем что такая инаугурационная речь и она короткая и собственно такая более декларативная это не то что вот мы там разбираем как конкретно мы вот это вот это и вот это будем делать и я вспоминаю как обама заступал на на должность но он как бы два раза да там так вот проходил эту процедуру в первый раз когда обама только вот избрался там было миллион восемьсот тысяч человек пришли миллион восемьсот тысяч сегодня там где-то пишут что около миллиона это было нечто и вот этот вот ченч который обама шел со словом ченч а трамп у него там граммей make america great again не сильно отличается потому что ченч обама не был в том чтобы америку как-то унизить этого близко не был наоборот то есть они на самом деле оба похожи в том что как бы два несистемных кандидата разница в том что трамп он как бы гадья не системные и вот я и буду не системный и я избирался как не системный уже системные достали вот лапа бы такого не было он он был не системные но его поддерживала система он ей не пытался противостоять он не пытался себя противопоставить этой системе он наоборот он пытался вписаться в систему так что посмотрим трамп очень тяжело сейчас потому что ему приходится делать хорошую мину при в общем-то не очень симпатичной игре потому что никогда в истории президент сша не не приходил на должность не вступал в должность с таким низким уровнем поддержки населения сейчас пишут 41 процент это не только те кто голосовал на выборах там далеко не вся страна голосовала но даже те кто не ходил на выборы у них есть какое-то отношение и вот вот отношение населения такое что 41 процент его поддерживают это не значит что же там 59 как бы резко отрицательно относится но есть кто резко есть кто говорит ну посмотрим посмотрим мы же сегодня переходим из состояния критики переходим в очень опасное состояние когда год ну ну и вот сегодня речь такая была очень как сказать он не вышел за рамки тех обещаний которые раньше были просто это все повторил и знаете мне что это напоминало чисто так вот по постановочно был такой анекдот как ну старый еще в советских времен у меня все анекдоты старые как приезжает в африку то в какое-то племя приезжают делегации советского союза соорудили там какую-то трибунку значит выходит там советский представитель и там рядом вождь с копьем ну и он там видимо через переводчика не знаю как они общались он советский представитель он говорит значит мы построим железные дороги вождь копьем жах народ кричит на баданга вот мы там построим шоссейные дороги на баданга там мы не знаю что проведем электричество и воду построим жилые дома пожить вождь копьем бобом народ кричит на баданга очень напоминает как вот сейчас он что-то там что-то сказал народ там на бадангу смысле что-то они там ликуют вот потом митинг закончился этот советский товарищ спрашивает там как и так где у вас туалет тут есть туалет ему говорят ну вот вас воин проводит воин его там куда-то отводит за пальмы ведь вот здесь за этой пальмы у нас тут все справляют ну и он по малой нужде значит и справляет малую нужду и воин смотрит на него надо же говорит воин такой большой белый человек и и такой маленький баданга вот поэтому это ситуационно напоминает там они как раз наоборот и виза поддерживают да там замечательные слова там были типа вот система образования у нас не какая значит надо ее вернуть строй там инфраструктура практически невосстанавливаемая значит надо заново строить все хайвей он железные дороги тоже упомянул часто спрашивают про там нет ли работы железнодорожнику вот он почему-то сказал что и железные дороги он тоже как-то так вот хотя они чисто экономически умерли но не суть практически умерли мосты аэропорты там тоннели там так далее вот и америка ферст там то есть мы так ко всем открыты но мы наш интерес впереди будем чужие границы вместо чужих границ чтобы защищать мы со своих начнем вместо того чтобы там другим странам бизнес давать мы к себе там ну и так далее то есть такие все эти замечательные вещи его вот естественно вопрос не в том что вопрос в том как то есть никто не против того чтобы там строить мосты и тоннели вопрос том на какие шиши вопрос с образованием я я кстати если вы наш канал смотрите я много раз высказывался по поводу системы образования она никчемная в общем то то есть скажем так в национальном масштабе совершенно никчемная есть какое-то количество университетов безусловно где куда и поступить трудные где готовят как бы кадры но но в общем то ужас что творится а ведь сколько денег сжирают но но сделайте что-то я даже не за как вот у меня лично нет ответа на вопрос как то есть я конечно сказал бы что надо стимулировать стипендиями и грантами чтобы молодежь получала профессии востребованной экономикой да там тот же компьютер сайт или там электрикал инжиниринг чтобы нам не из индии их привозить а чтобы раз свои были но но у меня у меня дальше этого не идет я не знаю вот я что сказать это безумно затратная система чудовищно затратная но и чего теперь да и это же не то что вот там обама создал такую систему образования что как бы ничему не учить и только деньги живет и слава богу и при она давно такая он просто не изменил ее кардинально никто не в другую сторону но не знаю в общем вот это вот на баданга она как бы так вот ситуационно прошла через инаугурационную речь народ кричал там ура дождик шел дождик шел когда отговорил обама вышли три священника там первым поставили раввина потом был я думаю протестантский дяденька я там не вникал точно так мне показалось а потом судя по одежонке там был такой афроамериканец я думаю что католический так вот насколько я понимаю одежонку католического священника да ну я уже его не стал слушать первых двух я еще послушал но но так и в общем отключился то есть для меня было интересно посмотреть самого трампа он хорошо говорил в том смысле что исполнял хорошо то есть содержание было понятно мы и до того но говорил хорошо так вот он с энергией убедительно так вот он отговорил и тут же значит ему руки пожали значит сначала соба моему рук пожал так по плечу похлопал потом байден вице-президент потом там ножи там еще люди какие-то вот я там далеко не всех в лицо знаю но во всяком случае говорил хорошо ну а теперь посмотрим то есть вот у него сегодня первый день я помню был момент когда он хотел в первый же день сразу после процедуры инаугурации собрать конгресс и как-то так вот отменить там обама кирк демонстративно ему ему нужны такие театральные акции вот типа уже победил мы мы знаем вот таких кто все время всех побеждает вот и народу нравится уже не важно там победил проиграл это уже важно как это играл вот поэтому ну посмотрим значит время прогнозов закончилось время таких спекуляций а как а что а чего и так далее обычно администрацию ну не то что судят но есть есть какое-то может быть магическое эзотерическое знаете как вот 666 да там вот а здесь есть такое магическое что сто дней первые сто дней президентства вот какая-то значит там энергетика есть первые сто дней значит как он там чего наворотить наворотить за первые сто дней в ситуации когда вот обе палаты конгресса да значит тоже республиканские при том что он как бы опять будучи не системным человеком он не обязательно с республиканскими этими палатами в хороших отношениях так что ну посмотрим наши зрители они все время интересуются как вот будут у него отношения с россией там а вот улучшит он чего-то или не улучшит я думаю что сильно улучшить он ничего не сможет просто потому что есть обе палаты конгресса где в этом смысле полное единодушие что республиканцев что демократов в отношении россии там без иллюзий и там считают что вообще недостаточно санкции обама там слишком мягкую политику проводил и так далее поэтому не знаю будучи бизнесменом трамп не может сказать ну давай вот ладно мы тебя там обратно берем там восьмерку туда-сюда он хочет что-то за это взамен получить понимаете он не может прийти домой сказать все проиграл там ура мы снова победили так нельзя поэтому я не знаю ну еще раз мы посмотрим у нас совершенно замечательная ситуация сейчас когда мы ничего не знаем если раньше была какая-то тенденция и мы говорим ну вот президенты они вот это делают а это не делают у нас сейчас президент чего хочешь делают ну вот и конечно его могут оккультуривать так потихонечку но у него вся фишка в том что он не оккультуриваемый что он не системный что он же пришел очистить это болото понимаете он не пытается сделать вид что болото его затянуло туда засосало вот так что поглядим давайте я вам покажу тучу красивую мы можем так знаете как в стиле советского телевидения таких политических комментаторов там темные тучи спустились над америка и плохого я предназбит как да в общем плохая примета для нового президента предзнаменование там и так далее вот значит сбился ну не важно так вот темная туча свет тучи отражает мрачные мысли американского населения которое не рада не рада новому президенту что-то еще принесет америке несистемный доналд трамп и его мышь пуха значит я прошлый раз но мышь пуха употребил и мне мне там когда что это почти в словарях искать мышь пуха это выгрите и словом мышь паха это родня буквально родня родня он вот свою родню там где-то на должности всякие ставит продвигает я вот я так как-то естественным образом сказал не подумав вот а есть такое слово вообще на сказать что в американском английском есть много слов из идиш идут они из нью-йорка когда вот была большая еврейская миграция сто лет назад и очень много слов за им со но не безумно много ну там не знаю два десятка точно таких достаточно распределил распространенных даже вот например если в них вот не объясняли люди я сам нью-йорке не жил но люди говорят что в нью-йорке там допустим слова шварц и до черный они знают то есть как бы знаю что евреи черных называют шварц и хотя может уже забыли всех уже в нью-йорке на видишь никто не говорит мой мама я представляю сколько будет комментариев по поводу того что первым вышел раввин а уже только потом протестантский батюшка а я думаю тоже а чего не раввина первым но может так хронологически просто так сказать к истокам туда не знаю вот в общем они мирно друзья мирно сосуществовали на трибуне все было замечательно вот дождь дождь друзья дождь смывает следы но не преступления пусть будет преступлений либерального режима обама и вот все смываем смываем тучи не предвещают ничего хорошего вообще америке в целом вот доллар обвалится финансовая система рухнет союзники а перейдут под флаги наших врагов и вообще видите что творится кому инаугурация кому есть слово но как-то неприлично надо не буду рифму никакой без рифмы кому мать родная в общем ой студенты наши бедные там под дождем идут господи у нас урок через три минуты назад начинается идут студенты друзья вот это главное я думаю что давайте я попробую там показать если вы видите что студенты идут вот они там идут я думаю это главное вот инаугурация началась и закончилась там президенты заступили и отступили налоги подняли и опустили бюджет наполнили и разворовали а у нас вот студенты идут и идут и наверное это и главное вот как бы пока студенты идут страна стоит правда так в нашем маленьком таком окошечке вот такой вид на экономику на политику на жизнь страны давайте я доеду доеду до офиса и можно еще студент посмотрим а это может быть тоже какие студенты едут посмотреть вопрос в том осталось ли начальнику местечко вот тут справа или придется за угол заезжать никакая инаугурация друзья не создаст дополнительных парковочных мест можно сказать а чё слева не встал а слева не нашего здания паркинг нам там не положено а я как человек который по правилам старается я правила не нарушаю а вот слева вы знаете вот это вот буйство вот это слева это там где наши студенты должны стоять и вот табличка которая такая зелененькая по левую руку вот эта табличка она как раз для этого она говорит студенты паркуемся тут вот а это уже вот пожалуйста это наш билдинг все дела знаете что я отъеду потому что смысле я чуть дальше встану потому что с этого угла здания что-то с крыши копы и мне не нравится чтобы на капот лился какой-то поток а он там реально присутствует так окей да хочется закончить вот этой знаменитые студенческой фразой любовь приходит и уходит а кушать хочется всегда а у меня зонтик есть мы не просто да был такой знаете анекдот было много анекдотов про чукчу я вот не знаю как сейчас с чукчами но тогда было много анекдотов что заходит чукча в трамвай и берет два билета ему это чушь ты два берешь он где-то мало ли вдруг один потеряет тут контролер ему говорят так а если два потеряешь чукча умный чукча проездной вот так что у нас есть вот пожалуйста на случай если что у нас есть зонтик если не запаркуемся близко значит с помощью зонтика решим все вопросы вода друзья я отправляюсь поработать счастливым